По цветотерапии. Я еще раз пробуюсь. Значит, смотрите. У нас мы можем использовать цвет с фильтром. Цвет с фильтром, цвет с фильтром. Мы можем использовать ткань, которая будет касаться. Мы можем использовать большие блоки в том помещении, в котором мы находимся. Помним, что водитель начинается от полчаса. И где-то от трех дней до недели. Лучше всего хотя бы недели, если мы хотим себе направлено что-то световое. Это могут быть цветовые акции. То есть, достаточно того цвета, которого не хватает. Не знаю, две дырки красить. И все. Особенно, если это активный цвет типа фиолетового или синего какого-то такого. И еще, конечно, льда. Льда, это вообще-то премис. Здесь у нас все сбросило. Здесь по цветам. Цвет дает, кажется, это определенное химическое вещество. Которое определенным образом воздействует на наш организм. То есть, лекопин красный. Это, как правило, антиоксидант. И такие защитные свойства имеют. Здесь еще, если мы захотим даться в подробности, мы можем потом подсказать, что, например, помидор, который в развитии напоминает сердце, хорошо для сердца. То есть, если мы хотим отследить эту связь, то мы найдем. Если, допустим, гранат и сок вишни, то это для крови, для железа, хорошо. И так далее. Здесь просто нужно поместить, какой цвет и с чем он работает. Желтую синхронотовку знаний, да? Улучшают зрение. Зрение, сердце, иммунитет. Зеленые, опять же, зрение. Если мы регулярно смотреть на зеленые, то есть возможность восстановить зрение на одну-две единицы. Начинать делать достаточно поделывать часто, регулярно и достаточно медленное время. То есть, если мы где-то находимся, бац, надо ждать скользнул взгляд на зеленые, задержался. Таким образом можно тренировать немножко восстановление зрения. Это чем, обуславливается тем, что сразу расслабляются мышцы глаз. И вот в таком состоянии волны энергии зеленого, она, скажем так, под правильным углом, с правильной силой удаляются наши колбочки и палочки. Цвета 2016. Кто работает с цветами, вы знаете. Кто не работает, я просто покажу для того, чтобы вы его знали. Это два главных цвета. Розовый парт и серенити – это безмятежность. Здесь он будет фиолетовый, на самом деле он нежно-нежно-голубой. Просто хочу обратить внимание, во-первых, не идут сочетания. Во-вторых, хочу отнимать, какое сложное сочетание. Это не турбичные цвета. Это не яркие, это красные, желтые, зеленые. Это самые сложные цвета из спектра. И еще контрастное сочетание практически разберенных цветов. Это о чем он говорит? Панток, инцидент, который занимается цветом. Для того, чтобы разработать вот эту палитру, он опрашивает целыми годами. Они это занимаются в середине XX века. Постоянут тенденции, спрашивают людей, что им комфортно, чем им хорошо. То есть уровень развития общества поднялся до такой степени, что вот эти цвета стали модными. Это вообще уникально. Их мы недавно вообще не различали. Только с XVIII века начали, в принципе, различать розовый или светло-голубой. То есть, если мы рассмотрим вот эти вот все тенденции по цветам, то мы увидим, насколько резко этот переход прошел. Буквально недавно там в 70-е годы были модно-аттинеоновые такие, ну, если кто-то видел, такие, как-то он ультрамарин назывался, лимонный цвет, да? Вот такие тропические цвета, которые для восприятия вообще легко. Сейчас людям они видят по макушке, как кувалты. Они их плохо воспринимают. Их хорошо воспринимают. Красный цвет — это вот там Африка, вот эти оранжевые цвета, да? Европа уже не может, уж плохо переносит этот цвет, яркие, вибрающие цвета, и это есть хороший показатель для человечества. И вот разделка дополнительных цветов. Смотрите, ни одного такого цвета, вот фиолетовый, даiece монетного цвета сама себе сложенный. Это на юрбистое, но вот еще, пожалуй, желтый. Д Alfusion летний но тот положитель oli по несколько то, Желтый, мы знаем, он на всех нейтральный, но хорошо его действует. Ни одного чистого цвета, все цвета схожи. И все между собой сочетаются. Раньше цвета разносились, этот модно и этот модно. И половина родила в красном, а половина родила в зеленом. Сейчас эти цвета идеально смешиваются между собой. Они почти всегда, в последние несколько лет, в одной ладе. В любом, их можно рисовать как угодно. Это показатель, это очень хороший показатель развития. И вот так вот примерно выглядит самое модное сочетание. Смотрите, вообще потрясающе, да? Какие оттенки. Даже тут, хотя тут все искажается, что только возможно. Но они сами по себе подгадут оттенок достаточно сложные. А в сочетании это вообще цифру. Это вот как конфетка, когда мы едем, что-то такое сладкое, изысканный вкус. Вот это вот, вот это изысканность. И это на самом деле очень радует. Потому что это говорит о том, что они образили очень много людей. Это говорит о том, что очень много людей уже на этой ступени развития. Вот если мы можем этим пользоваться, то это нам очень большой благ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok